До Дня Знания осталось меньше месяца. Как пройдет главный школьный праздник? Министр образования Наталья Семенова рассказала о планах на 1 сентября. Мы выходим на традиционные линейки, будем учитывать все требования и рекомендации Роспотребнадзора, а они у нас уже есть. Мы вынуждены будем ограничить присутствие родителей, родственников на праздничной линейке, чтобы уменьшить массовость этого мероприятия. В крупных школах с большим количеством учащихся будут организованы раздельные выходы. Это для того, чтобы участники торжества не толпились и тесно не контактировали. Полноценный образовательный процесс или дистанционка. Уроки будут проводиться в очном формате с соблюдением мер безопасности. Онлайн занятия также останутся в обиходе, но станут скорее дополнением к классической форме обучения. И детям, и учителям придется привыкнуть к новым правилам. Для каждого класса будет определен отдельный кабинет. И если раньше наши дети по предметам выходили в другие кабинеты предметные, то в этом году учителя будут приходить в класс к детям. Подготовка к учебному процессу проводится во всех учреждениях Ульяновской области. Началась приемка. Школу номер 29 в северной части города осмотрели на соответствие сотрудники полиции МЧС и Минобра. На модернизацию и ремонт учебного заведения выделено 6 миллионов рублей. Два с половиной из них вложили в техоснащение. Сейчас ремонтируют площадку, меняют забор и облагораживают спортивный городок. Также не позабыли и о профилактике COVID-19. Новый учебный год директор школы обещает встретить во всеоружии. Выделены средства на приобретение рециркуляторов, бактерицидных ламп, термометров и, конечно, закупку синитайзеров и антисептиков. Школа стала не только современнее, но и больше. Речь идет не о квадратных метрах, а о количестве учеников. В 2019 число учащихся не доходило и до 400. В этом году за парты сядет 450 ребят. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Улправди ТВ.